доброго времени суток youtube уважаемая психологическая психологическая комьюнити и я вам расскажу очень интересную историю которая произошла у нас вот на этой неделе в лаборатории значит написал нам письмо наш потенциальный клиент заказчик попросил у нас несколько методик хотел приобрести ну в частности достаточно банальные методики ммпи котел у ска ну еще ряд других методик в общем то они у нас есть мы их продаем мы были как-то заняты занимались вопросами методики being у нас активная работа идет математический аппарат формируется уточняется но неважно одним словом мы были заняты я не сразу ответил этому клиенту как потенциальному покупателю наших методик на самом деле этот покупатель как выяснилось дальнейшем является неким некрасивым словом я должен назвать перепродаванном то есть человеком который хочет для какой-то другой сторонней организации у нас купить подешевле а кому-то соответственно перепада перепродать эти методики мы всегда это сразу же понимаем чувствуем даже по набору методик которых у нас заказывают ну вот одним словом перепродаван хорошо значит подготовили мы все методики и вот он особо упирает на то что ему нужно нужна методика под неким названием он так это озвучил в письме прямо фото тест то есть я так понимаю что его визави тому кому он собирается эту методику и эти методики продать запросил на неких фото тест и прислал мне несколько скриншотов этого фото теста у нас такого фото теста нет наличии мы значит ответили ему что мы послом импи к телу иская других методик поставим можем поставить можем классических методик а вот такую методику слышим они впервые в ответ он собственно и прислал мне скриншоты вот этого самого фото тесты что же я здесь вижу мы сейчас на ваших экранах видите этот скриншот вот он там один или два прислал соответственно не сразу на ум пришел метод портретных выборов сонди кто знает тот знает эту методику замечательную ну как замечательно на осени замечательная у нее очень спорный теоретический какой-то аппарат основа вот его сонди она является проективной методика нам необходимо выбирать портреты людей с различной народе рода тематикой там есть параноики шизофреники психопаты истерики и так далее вот якобы этими портретами выбором этих портретов можно обосновать то что у человека присутствует та или иная психопатология в общем тест начала 20 века старый тест сонди как я сказал да у него спорная теория ну хорошо он у нас есть лаборатории мой сотрудник года три наверно назад четыре активные пользовался потом подошел ко мне и горит виктор николаевич херня полная ничего не работает он посчитал посмотрел корреляции с другими методиками сравнил внутреннюю корреляцию провел этого теста сонди нифига горит не работает и это неудивительно ну вот двадцать втором году я вдруг вижу что кто-то разродился новой методикой под названием фото тест запустил ее и кто-то хочет ее купить вот у этого моего перепродавана от психологии предлагается оценить человека насколько нам нравится но вы сами все видите не нравится не нравится замкнутый общительный враждебный дружелюбный то есть теория ну будем так либерально говорить переработана то есть тест сонди таких выборов не предлагает на что я собственно написал нашему продавану не потому что у нас такого теста нет в разработке даже в метро в разработке но мы и сонди то не особо приветствуем у нас есть полной комплектации оригинальный даже не один экземпляр этот тест бред собачий не имеющий под собой никакой теоретической основы методологического опробирования валидизации вот кто-то набрал портреты людей таких симпатичных европейского вида присвоил какие-то шкальные значения нравится не нравится живемая красавица тревожные спокойные в общем на чем-то он основывался свои теоретической разработки но я уверен без сомнения говорю о том что на сто процентов этот тест не работает не работает ему надо проводить должную апробацию обосновывать его валидность его надежность все те необходимые характеристики и показатели которые должны присутствовать у каждой патопсихологической диагностической методики вот такая это интересная история пытаются люди что-то новое сделать честь им и хвала за это молодцы нашли программиста по крайней мере нашли какие-то фотографии явно не русского человека но там другие были там один или два скриншота было ну и соответственно вот пытаются что-то диагностировать хаотичный этот человек или организованный все это не просто спорно еще раз повторюсь простите меня за мой французский это полностью бред собачий на этом все благодарю за внимание и удачи вам